сегодня о том как начать работать репетитором а вот так поехали поскольку аудитория канала это школьники учителя родители и молодые специалисты и опытные специалисты и многие из вас либо учатся на лингвист либо планирует стать лингвист и рано или поздно перед вами стоит вопрос а как мне начать работать если мы говорим о студентах то вопрос простой как начать работать репетитором именно этот вопрос задала мне бывшая ученица выпускница курса марина лесковец джейран она спросила мне в личном сообщении марина здравствуйте знаете я тут надумываю обучать детей 2 5 класс на дому роли репетитора поделитесь пожалуйста опытом как знали свою деятельность какими материалами пользовались или же не преподавание детей студентов желающих подтянуть свой английский первое что хочу сказать это то что я всегда поддерживаю любую работу чем быстрее вы научитесь самостоятельно принимать решение брать на себя ответственность тем быстрее вы адаптируетесь ко взрослой жизни и тем больших результатов вы достигнете это я понимаю на своем личном опыте потому что в студенчестве я начала работать репетитором преподавать тестировала все что можно бралась за всю работу работала много усердно всегда нон-стоп первый совет начинающим начните по сути неважно какая это будет целевая аудитория вы должны попробовать все я говорю сейчас о личном опыте потому что когда я начала работать репетитором то я тестировала все возрастные группы начиная от малышей трехлетней девочки помню этот случай запомнил навсегда пожалуй большей дурой и я не была никогда чем с этой трехлетней девочкой работала с подростками младшими школьниками старшими школьниками студентами взрослыми людьми пожилыми людьми я протестировала все что можно разные подходы разные требования подготовка к экзамену и туристический английский все что можно было я попробовала благодаря этому опыту мне удалось вычислить свою целевую аудиторию и понять что именно получается мне лучше всего получается мне лучше всего привести ученика из пункта а в пункт б за определенный срок времени меня это всегда мотивирует мне нравится работать с людьми которые ставят мне конкретные цели и далее в своей работе когда я уже набралась опыта я предъявляла определенные требования уже к своим подопечным и для начала перед тем как начать работу и обязательно спрашивала у потенциального ученика о его цели и о сроках которые он передам но если ответ был такой размытый ну английский же нужно вы понимаете это важно то я отказывал такому ученику потому что я понимала что работа не пойдет это не будет меня мотивировать нет важно находить мотивированного ученика это лайфхак number two лайфхак number one это тестировать все возрастные категории второй лайфхак это выбирать уже далее своих учеников те которые подходят именно вам еще один лайфхак для начинающих репетиторов не рекомендую вам начинать работу со своими знакомыми когда ваши тети дядя петя кто угодно просит ну хорошенько позанимайся пожалуйста с моим ребеночком ну ты же вот студентка работаешь давай давай потренируйся или когда вас рекомендуют по знакомым или просто какие-то мамочки знакомые просят делать домашние задания с их детьми не начинайте с этого это жестко портит руку и дает вам неадекватное понимание вашей профессии у вас появляется понимание того что преподавание это некоторая тупая деятельность по выполнению за детьми заданий и вы не видите никакого фидбэка не видите результата это вас жестко демотивирует с профессиональной точки зрения никак вас не вдохновляет и при такой деятельности есть большая вероятность что вы либо станете просто плохим преподом будете работать спустя рукава просто будете думать что вот она вот она моя работа это то что нужно мне адекватно это совершенно нормально либо вы просто бросите все и пойдете работать в магазин. Всегда ставьте перед собой какие-то задачи, изучайте, не бойтесь. Что касается пособий, с чего стоит начинать? Здесь, пожалуй, я не дам вам каких-то конкретных рекомендаций, потому что пособий огромное множество, есть топовые пособия, топовые издания, я бы сказала, такие как Macmillan, Murphy Cambridge и куча-куча вот таких толковых учебников, но у каждой серии учебников, они, кстати, стоят так нормально, но некоторые из них можно скачать в интернете до сих пор, у них есть определенная направленность. Вы исходите всегда из потребности ученика, научитесь простраивать программу, вот этот навык сделает из вас крутого препода. Пальц вверх! Таким образом вы научитесь рассчитывать свое время, распределять нагрузку и доводить ученика с пункта А в пункт Б, потому что чаще всего репетиторы застаиваются на том, что рутинно к ним ходит какой-то ученик, платит им какие-то деньги, какой-то результат похожий на кисель то есть, то нет, я что-то забыл, мы еще раз вернулись к этой теме. Возможно, это кого-то вдохновляет, меня это не вдохновляет, не зажигает, я не могу так работать, для меня это не работает. Мне кажется, это опять же жесткая демотивация в профессиональном плане, то есть вы всегда должны видеть результат, в этом кайф нашей профессии. Еще вот такой интересный вопрос, мне все равно трансляции задали о том, каким образом научиться доносить материал до ученика. Это очень крутой и интересный вопрос. На самом деле, не открою Америку и никакого волшебного заклинания я вам не скажу, это практика. Тестируйте подходы, возьмите описание какой-либо темы из одного учебника и выдайте его в этом формате ученику одному. Обратите внимание, ну просто путем домашек, самостоятельных работ, насколько он отдает вам знание, то есть понял он материал или нет. Потом протестируйте другое объяснение из какого-то другого источника на другом ученике и посмотрите, какой фидбэк вы получите. Таким образом, опытным путем, вы получите идеальное объяснение всех тем. Ну и в грамматике, на самом деле, не так много и если вы сконцентрируетесь на определенной целевой аудитории, в какой-то возрастной группе или решите готовить к экзамену, то это всегда будут однотипные какие-то объяснения. Если говорим конкретно о преподавании, это и есть вот наработанный материал, в том числе и в объяснении, это важная штука. Ну и, конечно же, нужно получать кайф от того, что вы говорите. Признаюсь, я люблю себя слушать. Приносит мне удовольствие, да-да, признаюсь. И последнее, что хочу для вас сказать, пожалуйста, начинайте работать цивилизованно. Пользуйтесь адекватными цивилизованными сервисами, такими как Profi.ru. Я с ними вообще не сотрудничаю, но это просто то, что я для себя нашла, поскольку я, как начинающий преподаватель, ей расклеивала объявления на заборе и как на Авито что-то размещала. Не надо этого делать. Здесь звонят неадекватные люди, а уж объявление на заборе вообще не работает давно-давно. В общем, пользуйтесь адекватными сервисами, цивилизованными. И таким образом вы сможете наработать аудиторию, отзывы, понять ваш возрастной ценз в плане учеников, понять, что вам нравится больше, работать с малышами, со взрослыми людьми, готовить к экзаменам. Это всегда индивидуально, это как окулист, хирург или психолог. Поэтому мне нравится, когда преподаватель находит свою нишу как врач и работает в своей возрастной категории, делает то, что у него получается лучше всего. В общем, это то, что хотела рассказать вам сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и расскажите, может быть, о своем опыте. Дайте мне знать в комментариях, если вам интересно. Я еще больше расскажу истории о том, как я начинала свой опыт, какие каверзные ситуации со мной происходили. Они со мной происходили часто. В разгонику работала я много и активно. В общем, дайте мне знать, если это вам интересно в комментариях. Ну и 100 баллов за иго тебе. Пока.